Добрый день, друзья! В эфире свежие премьеры, а также самые важные новости недели. Мы собрали все самое интересное. Приятного вам просмотра! В понедельник, 7 октября на НТВ, состоится самая громкая премьера сезона. Выходит «Лневский близкий враг» с Антоном Васильевым и Дмитрием Полумрачуком в титульных ролях. Напомню, что в финале шестого сезона в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыгралась нешуточная кровавая драма с перестрелками, заложниками и несколькими убитыми. В новых сериях в северную столицу из Москвы приедет заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев, чтобы в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. Развитие получат и другие сюжетные линии Невского, так невероятно подробно раскроют героя Фомы, в том числе тему любви и отношений. Не пропустите большую премьеру на НТВ, также серии будут выходить и в онлайн кинотеатре премьер. На прошлой неделе вышла новая часть веб-сериала про людей и про войну. Военная новелла называется «Подходящий случай». Недавно также вышли серии «Кресты» и «Астрономы», а новелла под названием «Доброволец», премьера которой прошла примерно 11 месяцев назад, одержала победу сразу в 9 номинациях на международном кинофестивале «Пять континентов». По сюжету, первые дни Великой Отечественной войны Иван принимает решение стать добровольцем и вступить в ряды Красной Армии. Друзья, были также завершены съемки новеллы «Зверь» премьера уже в этом октябре. Будем ждать новую часть в сети. А все последние новости гораздо раньше можно узнавать у нас в Телеграме, Дзене и ВКонтакте. Ссылки на наши соцсети уже в описании. На этой неделе официально была продлена на второй сезон криминальная комедия «Инспектор Гаврилов». Действие будет происходить после головокружительных событий первой части. Бывший преступник Саша Медный Виктор Добронравов продолжает выдавать себя с начальника ОМВД в Усть-Шахтинске. Жизнь Гаврилова ему вполне по вкусу. Саша обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда, кажется, все наладилось, вдруг приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. Из-за дела берется следователь из Москвы Кристина Сламнюк. Виктория Заболотная. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть прошлое, увидим в следующем году. Новая часть получит 17 серий. 11 октября выходит четвертый сезон фантастической комедии «Последний богатырь наследия». Это продолжение трилогии «Последний богатырь», а действия развернутся спустя целых 20 лет. Итак, богатырю Ивану исполнилось 50 лет. У него и Василиса есть две дочки. Марья, отличающаяся недюжиной силой, и Софья, умеющая творить волшебство. Но все идет наперекосяк, когда в Белогорье является колдун и пророчит страшную беду. Для спасения семьи Софье приходится отправиться в Москву прошлого и найти своего отца, молодого и еще не подозревающего о будущих приключениях. А в это время Марья будет противостоять злу прямо в Белогорье. Если уже начали смотреть, то мы всегда рады вашему мнению в комментариях и двигаемся дальше. На первом канале с 7 октября начнется показ долгожданных новых серий ретро-детектива «Шифр». Уже точно известно, что четвертый сезон знакового проекта станет финальным. В главных ролях Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова и другие. В центре сюжета подруги, которых связывает военное прошлое и работа в спецотделе ГРУ. Они продолжают вести расследования и помогать следственным органам в особенно запутанных делах. Но на этот раз все гораздо сложнее. Ведь они становятся частью нового отдела и должны действовать по правилам. Конечно, девушки соглашаются, но понимают, что конфликта не избежать. Кроме того, им предстоит отправиться в Кисловодск, где погиб и видный партийный работник. Ведь его загрызли собственные собаки. Необычен и интересен тот факт, что в предсмертной записке он обвиняет человека, погибшего много лет назад. На НТВ с понедельника начинается повтор сериала «Борщи» из 20 серий. А смотреть можно будет в 22.10. Команда оперов борется с преступностью и своими вредными привычками. Герои – слаженная команда, которая раскрыла не один десяток сложных преступлений. Но однажды городское УГРО возглавляет полковник Савин, проницательный сыщик с активной жизненной позицией, а также сторонник ЗОЖ. С появлением Савина у Борщей возникают серьезные проблемы, а самое главное из них – это сухой закон, который для них вводит новый начальник. Кастя Петр Баранчеев, Ольга Павловец, Алексей Шевченков и многие другие. А Михаил Голустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племен уже 14 октября. Новая комедия «Жизнь» станет доступна на премьер. Нас ожидает смешная и довольно трогательная история, а в центре сюжета на первый взгляд бессмысленная, но безумно увлекательная обыденность одного из первобытных племен. Его вождь, которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которым он бессилен. К несчастью, вождя на соседнем, очень солнечном берегу реки во главе с вождихой, живет более развитая племя, куда избегает однажды один из его охотников. Пораженные такими перспективами жители стали стремиться в то, другое племя. Но ждет ли их там по-настоящему лучшая жизнь, или же это просто красивая картинка, узнаем уже скоро. Телеканал «Россия» поменял свое расписание и теперь по воскресеньям будет также показывать новые сериалы. Первой новинкой уже 6 октября станет комедия «Фантазер» с Юрием Стояновым и Ириной Розановой. Из-за сокращения бывший инженер вынужден тестировать на себе разные новые профессии, а также запускать необычные бизнесы. Это комедийный сериал, который расскажет нам о жизни, вдохновении, а также о храбрости. Об обычной семье, члены которой каждый день отваживаются изменить свою жизнь и впустить в нее новые приключения, не боясь провала. Ведь каждый провал – это шаг к грандиозному успеху. Серий будет 16. На ТВ3 также в это воскресенье выходит психологическая драма с элементами триллера и детектива под названием «Вера» с Виктором Логиновым и Юлией Волковой. Много лет назад в семье главной героини Веры произошла трагедия. Неизвестный похитил ее маленькую дочь Катю и потребовал выкуп. Однако возвращать малышку живой он не собирался. С тех пор женщина так и не смогла оправиться. Она каждый год отмечает день рождения дочери. С помощью искусственного интеллекта она даже создала снимок, как бы Катя выглядела сейчас, в свои 18 лет. По сюжету Петр, муж Веры считает все это абсолютно бессмысленным ритуалом, да и с женой связывает только бизнес. Несмотря ни на что, Вера надеется на чудо, которое вернет ее Катю. И вдруг она видит на улице девушку, которая будто бы сошла с того самого снимка. Не пропустите премьеру 6 октября на телеканале ТВ3. Сегодня, 5 октября, состоялась премьера второго сезона детектива «Тайны города М» на телеканале ТВЦ. Он снят по романам российской писательницы Людмилы Мартовой. Главную роль Милы исполняет Мария Скуратова. Итак, учительница Мила Королева приезжает из столицы в небольшой уютный городок. Она хочет начать свою жизнь с чистой страницы, ведь в Москве ей пришлось не сладко. Но нашелся человек, который решил испортить новую жизнь Милы и ее близких. И теперь оказывается, что он готов на самое страшное – на убийство. Чтобы спасти дочь, которой, кажется, не поможет даже полиция, на всех парах в город мчится мама Милы. А также на защиту главной героини встает полковник полиции Андрей Погодин, приехавший в родной город спустя 20 лет отсутствия, чтобы восстановиться после ранения. Также сегодня в 21.00 на России 1 состоится премьера новой драмы выходного дня. Сериал называется «Большая семья». В центре истории Соня Городецкая – яркая и привлекательная девушка из города Майск. Она поступает в Московский институт и строит планы на будущее. Однако все меняется, когда она знакомится с братьями-свешниковыми Кириллом и Иваном. Хоть девушка и выбирает в итоге Ивана, Кирилл не отступает и готов на все, чтобы вернуть Соню. Соперничество братьев, а также неприязня их матери Лидии Семеновны, которая подключает все свои связи, чтобы Соня навсегда исчезла из жизни сыновей, приводит к тому, что влюбленные разлучаются на долгие 20 лет. Удастся ли им пронести свою любовь сквозь годы, воссоединиться и, наконец, обрести свое разрушенное счастье? Узнаем уже сегодня. Не пропустите премьеру на «России 1». Тем временем были завершены и съемки нового сезона легендарного сериала «Тайны следствия». Новый сезон – это новые тайны, коварные преступления и сложнейшие дела. Но проницательный и бескомпромиссный старший следователь Мария Швецова и ее команда профессионалов не оставят преступникам ни единого шанса избежать наказания. Главные роли в 24 сезоне проекта исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Алексей Новиков, Сергей Перегудов и другие. Уже можно полностью посмотреть сериал «Эль Русса». На премьер также вышла криминальная драма «Амура» и новый сериал «Подростки в космосе». Ну а на этом на сегодня все. Пишите, что будете смотреть и еще услышимся на Киночернике.